В детский травматологический пункт с началом холодов обращается множество маленьких пациентов, пострадавших от зимних травм. Чаще всего это разной степени тяжести повреждения рук и ног. Чуть реже, но гораздо опаснее травмы черепно-мозговые и позвоночника. Всё это следствие переменчивой погоды нередко не связано с беспечностью. Во-первых, это и дорожно-транспортный травматизм, потому что надо при переходе дороги учитывать, что дорога скользкая. Если летом автомобилю затормозить легко, зимой, естественно, тормозной путь увеличивается. Зимой, конечно, такой вид травмы, как падение санок, тюбингов, становится очень актуальным. Поэтому, в общем-то, если уже принято решение всё-таки на тюбинге покататься, то это должно быть сделано в соответствующем месте, где нету каких-то деревьев, препятствий на пути исследования санок или какого-то тюбинга. Врачи-трамматологи напоминают, что лучший способ не попасть на больничную койку – это соблюдение простых и доступных каждому правил. Избежать зимнего травматизма невозможно, но свести к минимуму, не подвергая себя напрасному риску, не только реально, но и необходимо. Это, в первую очередь, удобная обувь по размеру, отказаться от каблуков, ни в коем случае шпили, с хорошим протектором для того, чтобы не скользить. Правильная походка должна быть по скользкой поверхности, маленькими шажками, потихонечку. Руки должны быть немного разведены в стороны для того, чтобы держать равновесие. Важно помнить о том, как правильно падать. Если такая ситуация складывается, нужно сгруппироваться, не беречь имущество, которое в руках. Важнее сберечь себя. Упасть нужно на бок, сгруппировавшись, так сказать, в позу эмбриона, беречь голову. Каждая пора года по-своему хороша, а особое очарование зимы в красоте заснеженных пейзажей, зимних забавах и предвкушении праздников. А так как бинты или гипс – это совсем не тот карнавальный наряд для встречи Нового года, стоит всего лишь быть немного осторожнее и осмотрительнее. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лемотович, телекомпания Бук-ТВ.